Доброе утро, дорогая церковь, дорогие друзья, слушатели! Приветствую вас именем нашего Спасителя, Великого Бога Иисуса Христа. Мы с вами живем в непростое время. Это последнее время, и Бог сказал, что будут моры, болезни, будут страдания, войны, печали. Будет то, что так не хотелось и не хочется каждому человеку. Но это факт. Так, мы переживаем с вами, когда переживают наши родные, мы сами можем находиться в каких-то определенных депрессиях, когда что-то не получается в жизни, когда что-то идет не по нашему плану. Мы понимаем, что есть разные обстоятельства, которые Бог допускает в нашей жизни для того, чтобы нас утвердить, для того, чтобы нас научить, для того, чтобы нам помочь надеяться на Бога и доверять Ему, потому что наш Иисус, Он действительно победитель. Он победил смерть, Он победил все страдания, все боли, и Он ответ на все вопросы. Но у нас часто нет ответа. Мы задаем вопрос, Боже, почему? Почему умирают люди? Почему человек сегодня находится в депрессии? Почему? И эти вопросы, почему они могут мучить нашу жизнь? Но слава нашему Спасителю Иисусу Христу, так как мы верующие люди, верим в Его милость, понимаем, что у Него есть Его обетование, Его сила, Его Слово, которое наполнено Духом Святым, оно нам поможет, потому что об этом сказал сам Бог. Когда мы понимаем, что Он управитель и руководитель нашей жизни. Нам так Он нужен в это время. И Он учит нас не поддаваться отчаянию. Все обстоятельства, которые в нашей жизни есть, они могут привести нас к отчаянию. Мы можем разочароваться, разочароваться в жизни, разочароваться в Боге. Но Бог хочет и учит нас, чтобы мы не разочаровывались, чтобы мы имели надежду на Него и понимали, что Он есть наша победа. Я хотел бы наше размышление так и назвать. Не поддавайся отчаянию. Давайте мы вместе прочитаем с вами первое послание к Рейфинам, 15 глава, 57 стих. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Дорогие, победа в Господе. Часто мы об этом забываем, часто мы, зная об этом, надеемся на что-то другое. Но Бог дарует нам победу, наш Иисус. И эта победа только в Нем. И наша задача помнить об этом, надеяться на это, дорожить этим и идти этим путем. Однажды рассказывают историю о Мартине Лютере. У него был период отчаяния, подавленности. Его лицо, вытянутое лицо, оно влияло на его семью, когда они сидели вместе за одним столом, кушая. Его дети, его семья, они были удивлены тем состоянием, в котором находился Мартин Лютер. Но никто из них ничего не мог сделать, потому что он все знал, он знал, на кого надеяться, на кого полагаться. Но в данный момент он не мог и переживал определенные трудности. Однажды его жена вышла к завтраку, одетая в траур, как будто собралась идти на похороны. Мартин Лютер удивился и спросил ее, кто умер. Она ответила Мартину, Мартин, ты так ведешь себя в последнее время, что я подумала, будто бы умер Бог. И собралась идти на его похороны. Действительно, этот мягкий упрек отозвался в самом сердце Мартина. Коснулся сердца Мартина Лютера. И в его сердце подошла реформа. В его сердце произошли перемены. И он принял решение. Он поклялся и пообещал, что он больше не будет поддаваться этим мирским тревогам, обиде, депрессии, отчаянию, разочарованию. Он пообещал, что будет надеяться на Бога. Потому что он знал, что Божья помощь, она есть. И Бог всегда помогал ему и поможет. Интересно, он решил придать свою жизнь в руки Спасителя. И принял решение радоваться, всегда радоваться, когда будет трудно. То есть, это не смеяться, не улыбаться. Это радоваться, то есть, встречать трудности и побеждать во имя Иисуса Христа. Потому что написано, мы читали текст, Бог дарует нам победу Господом через Иисуса Христа. Дорогие, хороший пример, который может помочь в нашей жизни. Он может помочь нам победить отчаяние. Он может дать нам силу понимать, что Бог не умер. Бог живой. Бог живой, он хочет помочь нашему сердцу радоваться. Радоваться и встречать трудности, чтобы не случилось, проходить вместе с Богом. Потому что Он наш Спаситель. Дорогие, пусть нас Бог благословит. Пусть Он нам поможет, чтобы мы славили Бога в трудные минуты. Ты славил Бога, ты славишь Его в трудные минуты. Может, ты этого уже не делал давно. Я предлагаю тебе сегодня сделать это. Делать это всегда, когда будет трудно. Нам не надо ждать, дорогие. Когда мы будем погружаться в эти трудности, нам нужно делать все для того, чтобы благодарить и славить Бога, чтобы выходить оттуда. Пусть нас Бог благословит, чтобы мы воздавали Богу славу, прославляли Его. А Он обязательно нас утешит. Не поддавайся отчаянию. Наш Бог победитель. Аминь.